Классная школа 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 Нашему городу Рубежному очень повезло. В городе Рубежном работает достаточно много специалистов, и все они имеют высокую квалификацию, они достаточно эрудированы, достаточно знают свое дело. В городе Рубежном работают и логопеды-дефектологи, есть и учителя-реабилитологи, школы обеспечены психологами, социальными педагогами, есть у нас человек, который обучался, и тифлопедагог, который тоже может работать с детьми. Конечно же, у меня первый вопрос возник, будут ли у меня работать специалисты, поэтому прежде всего начала со специалистов. Сейчас у нас работают все специалисты, которые нужны для детей. Как проходит обучение таких деток в вашей школе? Происходит обучение постепенное. Во-первых, первое, что должны знать родители, что если есть у них такой ребенок, не стоит бояться этого. Стоит перейти в учебное заведение по микрорайону, определиться с формой обучения, в том числе с инклюзивной формой обучения, написать заявление о том, что рассмотреть вопрос о организации инклюзивного обучения ребенку. Затем после этого директор, зауч, который курирует непосредственно инклюзивное обучение, вместе с педагогом составляет осветнюю программу, то есть программу развития ребенка, составляет индивидуальную карту развития и так далее. Ребенок начинает работать вместе с нами. И это постепенный этап, достаточно такой, хочу сказать, очень трудоемкий. Мы со стороны администрации, мы должны как раз и в период летних каникул побеспокоиться о всех специалистах, которые будут работать с этим ребенком. На основании чего, каких специалистов принимает решение городская ПМПК? Вы знаете, мы с вами говорим уже несколько минут, но ни разу не произнесли такое обидное слово «инвалид». Инвалид. Но я тоже не хотела бы его произносить, но для наших слушателей все-таки хочется объяснить, потому что сейчас это европейское понятие такое толерантное, все люди равны. И дети, которые имеют какие-то, может быть, заболевания, ну, они такие же, как и все, они равные среди равных, просто они немножко другие, да, они особенные. И вот поэтому мы не говорим этого слова обидного, да, и ваши учителя, и весь ваш коллектив, и ваши ученики. Это просто дети, это просто их друзья. Насколько значимо такое обучение для ребенка с особыми потребностями? Мы давайте послушаем интервью мнения учителя начальных классов Ларисы Самойловой. Она как раз обучает, какой у нее первый? Второй уже класс. Второй уже класс, и из первого класса у нее есть мальчик. Два мальчика. Два мальчика, да, с особыми потребностями. И с ними занимается еще учитель в классе находится, еще и ассистент учителя. Обязательно. Давайте послушаем Ларису Самойлову. Педагогический стаж у меня 30 лет. А в данном направлении я работаю второй год. Направление инклюзивного обучения – это достаточно новое направление. Поэтому я учусь вместе с этими детками. Сложность работы в том, что нужно удержать внимание класса и внимание детей с особенными потребностями. Это самая большая проблема. Но самое главное – полюбить этих детей и относиться к ним, как к обычным детям. И я думаю, что будут успехи. Дети многому научились. Они научились общаться с другими детками. Они научились не бояться их. Дети в классе являются их первыми помощниками. Сначала дети помогали по моей просьбе, а сейчас они делают это по зову души и сердца. Если у этих деток что-то не получается, они тут же подходят – я тебе помогу. Помогают и возьмут за ручку, помогут обуть кеды на урок физкультуры. То есть задача учителя – наладить взаимопонимание между всеми детками в классе, а особенно с этими детками с особенными потребностями. Вот такое мнение учителя с 30-летним стажем. Тоже, наверное, для этого учителя все было новое, по-новому, может быть, были какие-то сложности. Но итог нам понятен. Насколько это гуманно, правильно и насколько это демократично сейчас. Созданы ли в школе условия для обучения детей с особенными потребностями? Да, конечно. Мы, естественно, занимались и созданием условий для таких деток. Хочу сказать, что достаточно хорошо государство сейчас помогает таким детям. Сегодня работают программы. В городе Рубежном есть программа развития образования до 2020 года. И одним из разделов является раздел об организации инклюзивного обучения. В рамках этой программы были приобретены парты-трансформеры, приобретены были переносной пандус для детей. Затем мы получаем достаточно хорошую субвенцию из государственного бюджета, которая дает возможность оплачивать коррекционную работу педагогов, работающих с этими детками, и приобретение материально-технического обеспечения. На сегодня в нашей школе оформлена комната логопеда, оформлена комната психологической разгрузки, оформлена комната физической реабилитации, и все это оборудование приобретено было за счет государственных денег и за счет местного бюджета. То есть вы опередили реформу, у вас уже есть оборудование, которое сейчас другие школы только получают. Да. А ваша практика, в принципе, это и есть реформа, и сейчас уже вы можете обучать и проводить тренинги среди других учителей, учителей других школ. Так я понимаю? Да, мы сейчас этим занимаемся, и приятно, конечно, когда к нам обращаются учителя и директора других территорий. Мы с удовольствием делимся своим опытом и рассказом. Ну, хочу сказать, поделиться, конечно, очень приятно, что в 2017 году на международной выставке «Сучастная свита» за работу по программе «Инклюзивное образование» мы поделились своим опытом и получили золотую медаль. Ну, поздравляю вас. Спасибо большое. Я думаю, не только жителям города Рубежное, но и жителям вообще Луганской области, потому что это большое достижение и совершенно новый опыт. Вот мы говорим сейчас о том, как эти детки обучаются в обычных классах, но с ними рядом находится ассистент учителя, да? Это тоже у вас новая должность? Да, это педагогическая должность. Работать ассистентом учителя может педагог, имеющий педагогическое образование, естественно. Конечно же, желательно, чтобы это было специальное образование, потому что в ВОЗу сейчас выпускает и педагогов коррекционной работы, и психологов, именно педагогов дополнительно. Хочу сказать, что это профессия, которая помогает ребенку находиться непосредственно в классе. Я еще раз хочу сказать, что не стоит путать понятие ассистент-учителя и слово «тьютор» европейского значения в Украине. Да, вот это важно, потому что я лично так поняла, что это похоже очень, или даже одно и то же, да, название должности. Да, функции фактически одни и те же, но тем не менее ассистент-учитель это оплачиваемая должность, которая входит непосредственно в штатное расписание, а тьютор – это волонтер, которым может быть и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, человек, который может находиться рядышком с ребенком. Учитель-ассистент – это специальность, где ребенок полностью во время учебного процесса находится с ребеночком. Он занимается с ребенком, сидит во время уроков, помогает учителю понять, когда ребенок может ответить, когда не может. Он вместе с учителем готовит календарное планирование, он вместе с учителем готовит поурочное планирование, он вместе с учителем готовит раздаточный материал для своего ребенка, То есть все функции, касающиеся ребёнка, занимается ассистент-учитель. И у каждого такого ребёнка свой ассистент-учитель, такой помощник, личный учитель. Ну, знаете, а как так всё-таки вы добились, что ваша школа позволила себе такую роскошь? Сколько у вас деток таких обучается сейчас? В этом учебном году у нас открыто 6 классов, 7 детей в инклюзивных классах. Это двое деток с нарушением опорно-двигательного аппарата и 5 деток с расстройством аутического спектра. Ну, это 7 ассистентов. 7 ассистентов учителя. Да, 7 ассистентов, и все они находятся рядом с детьми, все 5 часов непосредственно с ребёнком. О своих новых обязанностях рассказывает Надежда Загаевская, ассистент-учитель. Вся справа в том, что я должна быть рядом с этой детьми, допомогать ей в учебнике, в общении с детьми, с коллективом. Его нужно будет направить на то, чтобы помогали этой детьми и права этой детьми эти зберегались. Поэтому вот здесь, когда я работала с всем классом, у меня были одни задания. Теперь я работаю только с этой детьми. Это учитель вашей тоже школы с огромным стажем. С достаточно большим. Человек, который работала и в педколледже Лисичанском долгий период, и у нас уже работает. Её педагогический стаж составляет уже более 45 лет. Она же, кстати, является руководителем нашей творческой группы. Новую систему образования в Украине мы изучаем вместе с Еленой Гейко, директором Рубежанской общеобразовательной школы номер 3. Говорим об инклюзивном обучении. Вы сказали о творческой группе. Творческая группа – это у вас кто в творческую группу входит? В творческую группу входит все преподаватели и все педагоги, которые работают непосредственно с детьми. Оказывают психолого-педагогическое сопровождение. Сюда входит директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий непосредственно инклюзивное образование. Входят все ассистенты учителей, входит обязательно узкие специалисты – это логопед-дефектолог, это реабилитолог и те специалисты, которые, возможно, нужны детям. У нас пока потребностей в этом нет. Входит сюда психолог и входит социальный педагог. И периодически на свои заседания, однозначно, когда составляем индивидуальную карту развития, приглашаем сюда родителей. Потому что родители являются первыми помощниками при возможности развития этого ребенка. Они знают о тех особенностях ребеночка, они знают о всех проблемах ребеночка. А вообще творческая группа занимается как раз развитием социализации детей, вот развитием детей, способностей их адаптировать в учебном процессе. Изучаем все методические литературы, все пособия изучаем, все кто, что, чего находит, мы вместе обсуждаем. Мы обсуждаем, какие, возможно, возникли проблемы с ребенком, как правильно их разрешить, как правильно действовать в этой ситуации. Делимся своим опытом, проводим семинары и для педагогов города Рубежного, и для педагогов других территорий Лисичанск и Северодонецк приглашали. И в ближайшее время планируем для лисичанских педагогов. Даже проводили семинары для заучей и директоров, чтобы объясняли, что такое инклюзия и в чем заключается ее суть. У вас ребенок занимается с ассистентом учителя непосредственно прямо в классе. Это обычный урок, рядом сидит ассистент и объясняет ребенку, помогает ему во всем. Но есть и индивидуальные занятия с логопедами, дефектологами, психологами, да? Да, абсолютно правильно. Эти занятия непосредственно вставляются в расписание ребенка. Для ребенка составляется свое расписание, потому что рабочие образовательные программы у них отдельно идут от класса. То есть обучение идет в классе, но количество часов немножечко разное. И в тот период, когда у детей, возможно, там больше часов, например, на тот же трудовое обучение, или ребенок освобожден от физкультуры, он находится со специалистом непосредственно, с которым он работает. Такие индивидуальные занятия дают прекрасный результат. Об этом сейчас мы услышим, скажет Елена Чугаенко, это логопед-дефектолог вашей школы. Давайте послушаем. В нашей школе обучаются дети в инклюзивных классах с расстройствами аутического спектра. Это дети с тяжелыми нарушениями речи. Но кроме этого у всех этих детей наблюдается дисфункция сенсорной интеграции. Поэтому наряду с работой над речевыми проблемами приходится работать и развивать все сенсорные системы. Это проприоцептивная, вестибулярная, зрительная, слуховая, бонятельная. Результаты есть, результаты хорошие. Дети к концу первого года уже начинают говорить небольшими предложениями. Предложения, конечно, короткие, два-три слова, но это очень хороший результат. Вот такое мнение логопеда-дефектолога. И в этой передаче эксперт убедила меня, я думаю, всех вас, что новая школа будет обязательно толерантной, гуманной и доступной для всех. Елена Гейко, директор Рубежанской общеобразовательной школы номер 3, была сегодня экспертом в студии очень познавательного радио «49-я параллель». Огромное спасибо за интересную беседу, Елена Анатольевна. Надеюсь, еще не раз встретимся в этой студии. Спасибо, конечно, обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...